Здравствуйте дорогие первокурсники! Поздравляем вас с поступлением в университет! Теперь вы студенты, а студенты это читатели библиотеки. Наша библиотека научная. Ее основные задачи это обеспечение учебного процесса и поддержка научных исследований, которые проводятся в университете, отбор и предоставление качественного информационного контента для студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников вуза. Сегодня в структуре библиотеки научная библиотека высшего образования, библиотеки колледжей, отделы внутренней работы. Система обслуживания состоит из 6 абонементов и 8 отраслевых, то есть тематических читальных залов. Книжный фонд составляет более 1 миллиона экземпляров изданий, число читателей более 11 тысяч. К вашим услугам сайт библиотеки, электронный каталог, коллекции электронной библиотеки, полнотекстовые учебные и научные ресурсы удаленного доступа на русском и иностранных языках, библиографические базы данных. В библиотеке регулярно проводятся книжные выставки, обзоры новой литературы, обучающие занятия, мероприятия познавательного характера, а также консультирование читателей по работе с библиотечными сервисами и ресурсами. Библиотека поможет вам в подготовке к занятиям и семинарам, к участию в научных мероприятиях. Здесь вы сможете найти материалы для ваших проектов, курсовых и дипломных работ или просто почитать любимую литературу. В состав университета входят 4 колледжа. В каждом из них есть абонемент и читальный зал, где можно найти литературу по соответствующим направлениям обучения. Это Медицинский колледж медико-психолого-социального института на улице Хакасская, 68. Рядом с ним расположен колледж педагогического образования, информатики и права Института непрерывного педагогического образования по адресу улица Щетинки на 13А. Музыкальный колледж Института искусств находится на улице Вяткина, 14. Сельскохозяйственный колледж Сельскохозяйственного института расположен на улице Хакасская, 6. Чтобы стать нашими читателями, в библиотеку нужно записаться. Запись проводится организованно. Первокурсники, поступившие в колледжи, записываются в библиотеках своих колледжей. Старостам групп необходимо обратиться туда. Для записи студентов программ высшего образования старостам групп нужно заранее лично обратиться в сектор регистрации читателей. Учебный корпус номер 1, проспект Ленина, 90, кабинет 121. Или позвонить в библиотеку по телефону 22 35 91. Вас запишут на удобное вам день и время. В этом году в связи с пандемией, если в вашу учебную группу входит более 20 студентов, ее нужно разделить на две подгруппы. Каждая подгруппе будет назначена в свое время. Всем необходимо быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. При себе иметь авторучку. Запись будет проходить в аудитории 114 учебного корпуса номер 1, где будет обеспечено ваше размещение на безопасном расстоянии друг от друга. При записи каждый первокурсник получит читательский билет с персональным штрих-кодом. Читательский билет дает право на посещение библиотеки. Билет действителен все время пребывания в университете, но подлежит ежегодной перерегистрации. Передача билета другому лицу запрещена. Штриховой код читательского билета используется при выдаче изданий, а также предназначен для удаленного электронного заказа литературы на абонементы номер 1 и номер 2 и в читальные залы номер 1 и номер 2. Цифры штрих-кода также служат паролем для доступа к полным текстам коллекций электронной библиотеки ВУЗа. На абонементах вы можете брать литературу на дом, с изданиями, у которых местом хранения является читальный зал, занимаются только в помещениях библиотеки. Разобраться, где и какая литература находится, можно обратившись к разделу сайта к услугам читателей, абонементы и читальные залы. Учебная литература выдается на учебный год, научная и художественная на 15 дней с возможностью продления. Издания выдаются в одном экземпляре. Не путайте свои книги с книгами других читателей. Относитесь к ним бережно. В конце каждого учебного года книги сдаются в библиотеку. В случае пропажи или порчи взятой книги читатель обязан предоставить такую же, заменить равноценной или возместить стоимость утраченной книги. Читальные залы библиотеки – это залы комбинированного обслуживания. В них можно поработать как с бумажными книгами и периодикой, так и с электронными ресурсами на компьютерах. В некоторых из них часть фонда находится в открытом доступе. Взять такие издания можно самостоятельно, без участия библиотекаря и без предварительного заказа. Электронный читальный зал номер 1 предназначен для работы с образовательными и научными электронными ресурсами. Если у вас возникли затруднения или появились вопросы, за ответами можно обратиться к разделу сайта «Часто задаваемые вопросы». Также можно задать вопрос библиотекарю с помощью веб-формы. Спасибо за внимание! Ждем вас в нашей библиотеке! Продолжение следует...